Редкие животные в безопасности. В Тибердинском национальном парке при поддержке Всемирного фонда дикой природы построили особые отловные вольеры для зубров, которые позволят оказать животным ветеринарную помощь, управлять их численностью, а также регулярно их подкармливать. О том, как ухаживают за зубрами в Тибердинском парке и как восстанавливают популяцию, рассказал нам заместитель директора Тибердинского национального парка Джамал Тикеев. «Нам всем известно, что зубр – один из самых редких краснокнижных видов. На территории нашей республики Карачаева Черкесии зубр впервые появился именно в данном ущелье в 1968 году. И вот с 1968 года Тибердинский заповедник в то время, с этого года его правоприемник Тибердинский национальный парк проводит работу по сохранению, по восстановлению численности зубра. Вообще в нашей стране, в России есть стратегия сохранения зубра до 2030 года. В этой стратегии, как один из участников этого процесса, прописан Тибердинский национальный парк. В Тибердинском национальном парке где-то к 1990 году количество зубров достигло максимально 55-60 особей. То есть это то число, которое в данном ущелье, в данном участке Тибердинского национального парка реально может обитать. Но в 90-е годы по разным причинам численность сильно катастрофически сократилась. По данным учета 2008, 2009, 2010 годов в Тибердинском заповеднике обитало от пяти до семи особей зубров. То есть это был тот критический минимум, когда уже стадо само не могло воспроизводиться. Для сохранения вот этих уникальных генов этих животных, которые там выработали адаптивные способности в условиях высокогорья, Тибердинский национальный парк совместно с Всемирным фондом природы ВВФ России разработали проект по сохранению и восстановлению зубра на территории Тибердинского национального парка. Этот проект уже на протяжении более 10 лет у нас реализуется. На первом этапе этого проекта было завезено дополнительное количество зубров с Прехско-Террасного и Сокского заповедников. Это были 2012 и 2013 годы. Всего мы завозили 18 животных и у нас где-то 5-7 животных были свои. Вот за это время численность животных удалось не только сохранить, но и увеличить. На сегодняшний день по прогнозным оценкам численность зубра на территории Тибердинского национального парка в этом ущелье составляет где-то 45 особей. Прошлый год у нас был уникальный год. Почему? Потому что с 68 года за всю историю сохранения зубра в прошлом году у нас был приплод 7 телят. Все это время, вот за последние 10 лет Всемирный фонд природы активно участвует в этом проекте, в этих работах, поддерживает Тибердинский национальный парк и техникой, и оборудованием, и кормами. Почему? Потому что мы сейчас видим, что вокруг уже все почти в снегу. Через несколько дней будет. Условия вот этого Кизгического ущелья Тибердинского национального парка таковы, что зимой очень много тут снега, и зубры сами себе корм добывать не смогут. Поэтому одно из условий сохранения зубра в данной местности это постоянная зимняя подкормка. Зимняя подкормка осуществляется силами сотрудников самого национального парка, но приобретении кормов, выделении кормов, конечно, нам ежегодно помогает вот еще Всемирный фонд природы. За вот последние 8 лет удалось достигнуть численности животных за 40 голов. Вот при увеличении численности животных начинаются естественные проблемы. Какие? Самцы, которые тут родились, которые тут повзрослели, начинают в поисках новых территорий выходить за пределы национального парка. В прошлом году, допустим, группа самцов в количестве 7 голов полностью зимовала в окрестностях поселка Архыз. Это доставляет небольшие неудобства для местного населения, для жителей Архыза. Почему? Потому что иногда бывали случаи, когда зубры заходили в сеновалы, ну, питались сеном население. То есть были такие небольшие конфликтные ситуации, которые, конечно же, мы все это решаем. Второй момент. Вот эти все животные, которые выходят за пределы Тибердинского национального парка, начинают разбредаться. Вне пределов Тибердинского национального парка сотрудники и руководство Тибердинского национального парка не может в полной мере гарантировать сохранность и защиту этих животных. А эти все животные, каждый на счету, каждый, я еще раз повторюсь, носитель уникальных генов. Третья причина, почему мы построили этот вольер, в стадии наших зубров наблюдается начало заболевания Телиоз, то есть это заболевание глаз. Для профилактики и лечения этого заболевания необходимо проводить ветеринарные манипуляции. Как с домашним же скотом? Ну, если дома домашний скот можно легко привить или легко проколоть антибиотиками или другими противопаразитарными средствами, то в дикой природе зубра, конечно, можно поймать и уколоть, это не так уж и просто. И вот для решения этих трех задач в прошлом году Всемирный фонд защиты природы, вернее в этом году, выделил нам грант на постройку отловного вольера. Проект по этому гранту у нас начинался в мае месяце и закончился вот сейчас. По проекту у нас было два этапа. На первом этапе мы закупили весь необходимый материал и доставили вот сюда на 38-й квартал Кизгического лесничества, где у нас планировалась вот постройка этого вольера. На втором этапе, когда погода установилась, а мы знаем, что этим летом очень была дождливая погода, которая мешала строительно-монтажным работам. Вот тут начались строительно-монтажные работы. Вот на площади четверть гектара построен вольер отловной. Назначение этого вольера будет, как я уже сказал, это возможность отлавливать вот этих проблемных животных и увозить в другие популяции зубра. Допустим, в Северной Осетии есть популяция зубра, туда можно перевозить этих животных. Или в дальнейшем, если будет перспектива создания второй группировки зубра на территории нашей республики, можно вот благодаря этому вольеру отлавливать и обмениваться между разными группировками, популяциями зубров. И второе назначение этого вольера, это вот в этих струнках, расколах, возможность ветеринарных манипуляций с животными, которые будут у нас оставаться тут. Кроме того, вот создание этого вольера, отлов проблемных животных, конечно же, будет способствовать избежанию конфликтных ситуаций зубра с человеком. Как я уже сказал, финансовая помощь для постройки этого вольера была оказана Всемирным фондом природы, за что руководство национального парка выражает им искреннюю благодарность и надеется на дальнейшее сотрудничество с этой природоохранной организацией, которая на самом деле реально вносит свой неоценимый вклад в сохранение природных комплексов, в сохранение дикой природы, по крайней мере, на территории нашей республики. Редактор субтитров А.Семкин